Поступил комментарий на тему того, что если через 7 лет ничего не произойдет, то откажусь ли я от своей веры в высшие силы. И так как один человек – это олицетворение определенной категории людей, то есть у определенной категории людей тот же самый вопрос в голове. Явлеева – это такая же ширма, как ЛГБТ, такая же ширма, как война, чтобы отвести ваш фокус, переместить ваш фокус с повышения цен на яйца. Понимаете? Слишком много людей заговорило о яйцах, о повышении цен. Вот вам дали Явлееву. Я 99,9% уверен в том, что это сфабрикованная история. Вот и все. С позиции Библии – это Содом и Гамора. Вот Содом и Гамора. Большинство моих уроков – часовые, потому что я разжевываю, кладу в рот и еще помогаю сглотнуть. Да, но, ребят, Царство Небесное силою берется. Это очень важно помнить. То есть переваривать уже должны вы. Вот в чем смысл. Именно поэтому смотрите уроки от начала до конца, чтобы понять вообще, о чем я хочу сказать. О чем Отец Небесный говорит вам, используя мое тело. Уже два года как. Мой учитель. Да, Господь Бог. И он говорит через меня вам. Да, то есть я передаю информацию. Это одна и та же картина. Ни мусульмане ничего не знают, ни христиане ничего не знают. И они довольны и уходят домой, живут своей жизнью и считают, что они все с Богом. Вот такая картина, друзья. Да вы поговорите об этом теперь. Вот нате вам. Не о чем говорить, завтра переумой, что-то еще. Понимаете, геев уже перемуссуили, все, видимо, скучно стало. Вот вам Евлеева. Знаете, пожрите это. Вот такая история идет. Открывайте глаза. Я и был послан Господу Богом, чтобы сказать, что все, стопэ. Время закончилось. Все, все распределились. Все. Пока вы не поймете, кто я, вы не поймете, о чем я говорю. Вопрос, что вы соблюдаете, субботу или воскресенье. Да какая разница, что вы соблюдаете, субботу или воскресенье. Опять же, это меня Отец Небесный открыл недавно. Я не тут незаконно сижу, отменяю. Какая разница, в каком смысле? В том, что если в тебе Иисус Христос родился, вы, эти люди, каждый день с Богом. Они каждый день с Библией. Они каждый день ее читают и соблюдают, и чтут. Суд начался, он идет. Нас, живущих, на вот сейчас живущих. Люди, те, которые считают, что они с Богом. Эти люди вообще не с Богом. Древние цивилизации как-то пропали вдруг, в одну секунду. Ровно то же самое произойдет в 2029 году. Мы уходим домой все, всю. У меня есть паспорт. Я служитель дьявола. Я даже получал корону. Через два года во всем мире будет Великая война. В общем, перейдем к уроку. Никакой пророк не принимается в своем отечестве. Привет всем. Привет, братья и сестры. Шалом. Асламм алейкум. И намасте. Друзья мои, вот уже прошел целый год с того момента, как мы с вами официально бежим в горы, так как время Великой Скорби началось с 2023 года. Наступил 2024 год, что важно заметить, год дракона, змея древнего. Не знаю, как это будет связано. Наверняка это каким-то образом связано, конечно же, со временем Великой Скорби. Но так или иначе, мы сегодня, мы вообще на моем канале, мы говорим о Библии. А не о знаках Содиака, созвездиях и так далее. Но так или иначе, я вас всех поздравляю с наступившим Новым Годом. Я сегодня даже, видите, в оленях. Здесь сразу помечу, что я поздравляю всех тех, кто принимает поздравления. Кто считает, что не нужно ничего отмечать. И все это, все праздники это от сатаны. То к вам мои поздравления не относятся. Я вас, вас я поздравляю как раз таки с годовщиной Времени Великой Скорби. Потому что эту дату я буду отмечать каждый год. Ну, потому что мы с каждым годом верующие все ближе и ближе к дому. Мы идем домой. В 29-м году мы все будем дома. И, как обычно, я хочу начать урок с того, что поясню, каким образом появился сегодняшний урок. По какой причине я уже какое-то время ничего не выкладываю. Ну, по какой причине я какое-то время ничего не выкладываю. Ну, я имею в виду новых уроков. Потому что я сейчас занят новым каналом, телеграммом, моими группами в Одноклассниках ВКонтакте. В общем, я провожу очередную работу. Я перезаливаю уроки на новый канал. Сразу еще раз прошу вас. Подпишитесь, пожалуйста, на оба этих канала. Если вы уже есть на этом канале, подпишитесь, пожалуйста, на вот этот канал. Потому что это очень важно в силу того, что если один будет заблокирован канал, у вас всегда будет второй канал. Но очень важно. Подпишитесь, пожалуйста, на мою группу в Телеграме. Потому что телеграмм-канал с вами будет всегда вне зависимости от того, что произойдет с Ютубом в принципе. Закроют его, не закроют. Закроют мой канал, не закроют. Ну, во-первых, я затрагиваю очень чувствительные темы. А во-вторых, я использую материал тех, о ком я говорю. Потому что я считаю, что это честно. Вести работу, либо борьбу, духовную борьбу я имею. Вот таким способом. Показывая вам людей, которые говорят, что мы пришли от сатаны. Давайте с нами медитировать. То есть Нурлан Мураткали. Далее. Рад русских, которая говорит, что мы раса драконов. Год которых наступил. Да, что рад русских заявляет то, что она лилит. Говорит то, что Бог есть. Все это правда. И сатана. То есть они, рад русских. Это просто оппозиция. Да, и Бог это все ерунда, которая уже устаревшая модель. То есть каламбур такой, что не разобрать. Но сам факт, эти люди обучают магии. Да, то есть то, за что Библия наказывает. Да, то есть то, с чем мы, собственно, были постно бороться. Магия это сейчас включите телевизор, что называется. Да, что магия, что Содом Гамора. Но как раз таки вопрос Евлеевый. Мы еще вернемся к нему. Горячая тема, которую я специально не трогал. Но сегодняшний урок, он объединяет себя, он будет невероятно интересным и важным. И он объединяет в себя множество вопросов, по которым я быстренько пройдусь. И благодаря чему в вашей голове будет сложен очередной пазл. На тему того, кто я, зачем я пришел, что происходит в мире. То есть сегодня мы как раз таки возвращаемся к тому, о чем я сказал в уроке «Глаза пьющего в пустыне 1». Это мой самый первый урок. Посмотрите его, пожалуйста. То есть есть несколько невероятно важных уроков для того, чтобы понять, что происходит. И вот один из них – это «Глаза пьющего в пустыне 1». Это полный фильм, в котором я вам рассказываю, кто я, зачем я, что происходит, каким образом и почему. Но также я вам в этом же уроке в первом сказал, что мой учитель – Господь Бог. И он говорит через меня вам. То есть я передаю информацию. То есть на этом тоже будет сегодня сфокусирован урок. Для чего я делаю все эти уроки, если конец в 29-м году, да, мы все уходим в духовный мир. С этим уроком вы сегодня это поймете, я надеюсь. Я сделаю все, что зависит от меня. Дальше уже дело в вашей усидчивости и внимательности. И вот в этом уроке в первом «Глаза пьющего в пустыне 1» я также сказал, что я был постно сюда научить вас не читать Библию, да, не читать про овец, волов, голубей, о которых здесь написано. А я пришел рассказать, о чем это, да, то есть я был постным Господом Богом, чтобы рассказать вам то, что было сокрыто от начала времен, да. Это Матфей 13.35, да, то есть вот с этим, собственно, посланники и посылаются, да. То есть пророк Мохаммед, Иисус Христос, Моисей, да, вот и каждый посланник или каждый пророк был послан с определенной миссией. И вот то, с чего начался сегодняшний урок, он тоже начался с этих строк не просто так, с этих стихов. Ну, наверняка кого-то этот вопрос волнует, поэтому я сейчас буду в этом уроке рассказывать, как раз-таки отвечать на вопросы, которые поступили вот за вот этот период, пока я занялся другим каналом, телеграммом. То есть об этом я говорил неоднократно, да, что любой пророк, любой посланник Божий, ходя по своей вот этой территории маленькой, да, вокруг там Израиля, Иисус ходил из города в город, но он спасал-то весь мир. Вы понимаете, что Моисей, выводя народ из Египта, это спасался весь Божий народ на тот момент всего земного шара. И в этом, наверное, одна из основных мыслей, которые я вам хочу передать сегодня. Но помимо этого я приведу еще один стих из Библии, который вам поможет объяснить то, что один человек, ученик, это определенная категория людей, да, то есть Иоанн, это определенная категория людей всего человечества, да, Иисус, как отец и сын, это одно, Иисус, посланник-помазник, он олицетворял Господа Бога, в то время говоря, с одним учеником, то есть вот это было колено, определенная, это была определенная категория людей, Иуда, это определенная категория людей, ФАМА – это определенная категория людей, и все это разные категории людей. Обо всем об этом мы сегодня будем говорить. Я просто пытаюсь выстроить урок так, чтобы вас не запутать, чтобы вам было понятно то, о чем я хочу сказать. Поэтому мы будем есть слона по частям. Переходим к уроку. В общем, зачитаем мы сегодня несколько стихов из Библии. Обсудим, поговорим о мусульманах, о православии и обсудим один комментарий, в котором мне был задан вопрос, который я слышу уже не впервые, поэтому об этом очень важно сказать, об этом я говорил, но сделаю сегодня прям конкретный урок на эту тему, чтобы, если у кого-то этот вопрос появится, чтобы мне уже сразу выслать этот урок, в котором я буду разжевывать это все. Вопрос звучал ровно следующим образом. Если человечество, начиная с 24-го года, то есть год времени Великой Скорби уже прошел, время Великой Скорби началось с 23-го года, в 2029 году второе пришествие. По поводу ни дня, ни часа для знающих священное писание людей есть отдельный урок, он так называется «Ни дня, ни часа». То есть там я подробно объяснил, по какой причине я так уверенно заявляю, что время Великой Скорби началось, и по какой причине у человечества 7 лет. С 23-го года. Теперь год прошел, да, сегодня 2024 год начался, сегодня, что там, январь, начало января. Год прошел, у человечества осталось 6 лет. И вот мне поступает комментарий. Если через 7 лет человечество никуда не денется, задает мне молодой человек, я так понял, вопрос, то откажусь ли я от своей веры в высшие силы? Вы можете видеть, да, комментарий. Да, то есть чтобы вы могли видеть, что я ничего не выдумываю. То есть мне поступают вопросы, да, поступило несколько вопросов, произошло несколько встреч за вот этот вот короткий период. И я решил, встречи я имею в виду с православными и мусульманами, то есть я же хожу, общаюсь с людьми, задаю вопросы, они мне отвечают. Тут я впадаю в шок, и, собственно, появляются уроки. Но так как на подобные вопросы и на те диалоги, которые мы сегодня будем с вами обсуждать, уроки уже выходили. Поэтому для тех, кто на моем канале с 2022 года и уже 150 раз это слышал, наберитесь терпения, да, и помните то, что повторение мать учения, да, опять же, перезаливая мои уроки на другой канал, в Телеграм, я же их просматриваю, чтобы добавлять уже что-то вышедшее гораздо позже. Так я понял ровно то, что в том числе Отец Небесный хочет, чтобы я это просмотрел еще раз. Потому что пересматривая эти уроки, я, вау, про это я забыл, а про это я уже давно не говорил, надо повторить, вы понимаете? Ну, в том числе, вот мы сегодня не зачитаем уроки, а зачитаем стихи, да, которые нужно повторить. Для того, чтобы вам объяснить, что есть колба, в которой я нахожусь, да, из которой я кричу в пустыню к вам, да, что есть, по какой причине один человек это олицетворение, определенной категории людей. Вот мы сегодня все будем обсуждать. Так говоря, стихами откровения, здесь терпение святых, да? Ну, потому что я понимаю, сколько нужно терпения для тех, кто уже давно понял, да? Вот, поэтому наберитесь терпения, повторения мать-учения, и помните то, что нездоровые нуждаются во враче, да? Но я благодарю вас за то, что тех, кто слушает, слышит, да? За то, что вы поддерживаете меня, слушаете, да, и помогаете рассылать. Потому что, опять же, проплачивать я ничего не имею права, да? То есть, если вас Дух Святой ведет рассылать мои видео, вот и делайте это, да? То есть, и я это делаю, и мы все вместе это делаем, да? Если у вас есть побуждение Духа Святого. Вот в чем смысл, да? То есть, во времена Иисуса, Ноя, Моисея, интернета не было, да? И они ходили вот так и общались с людьми, да? До этого мы тоже дойдем. Это, конечно, удивительная тема. Вы поймете, насколько... Опять же, я не плачусь, да? Я не ищу подушки или плеча, да? Чтобы пахныкать на эту тему. Но вы поймете, насколько... Давайте скажем так, что вы поймете, насколько было тяжело Иисусу Христу, тому посланнику-помазаннику, который ходил по воде, воскрешал людей, это очень важно понять, да? И его распяли. Его, ходящего по воде, распяли. И воскрешающего мертвых. Понимаете, насколько люди закрыты и законсервированы в своих убеждениях? Я даже не знаю, как это сказать. Да, но это как раз-то вопрос православия, которым подходишь и говоришь, что, а вы Библию читали когда-то? Они говорят, зачем Библия нужна? Но они идут крестить в эти церкви своих детей, вешают на них кресты, зная то, что... Об этом я говорил не раз, да? То есть они говорят, что Матроны – это мать Иисуса. Зачем Библия нужна? Кто такой Иисус Христос? Понимаете? Но они ходят в эти храмы, не зная вообще, что это такое. Вот. Ну, к этому мы тоже вернемся. Я просто к тому, что вы с сегодняшним уроком также поймете, насколько это тяжелая работа, в моральном смысле. Я не ною, я не плачу. Я счастлив, что Отец Небесный доверил мне это дело. И я очередной раз повторяю, слава тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя за это невероятное дело, которое ты доверил мне. Но это настолько удивительно, друзья мои. Пока я вот два года назад, пока я жил своей жизнью, я как бы вообще о Боге, когда я не говорил. То есть у меня была своя садом Гамора. Я жил нормальной, обычной жизнью, как живете вы все. То есть у меня были свои планы, свои цели, свои желания. И вот когда у меня в один момент все это изменилось, для меня это стало какой-то, знаете, своего рода добровольная, как сказать, ну, давайте скажем, школа, да? Школа-интернат, из которого выехать нельзя. Давайте скажем так, наверное. Да, это та школа, в которую ты добровольно придя, отказываешься вообще от всей своей жизни, которая у тебя была вот еще вчера, грубо говоря. Да, и смотря вокруг, ты понимаешь, что насколько мир далек вообще от Бога. Я вам серьезно говорю, сегодня вы это поймете. И это страшно. Вот это страшно. Страшно за людей. Да, потому что то, что к нам приближается, люди, те, которые считают, что они с Богом, да, которых я сказал выше, ну, те, кто знают Библию, вы же понимаете, что эти люди вообще не с Богом. А время великой скорби, это как раз то время, когда эти люди будут погибать вместе с их детьми. Это... В общем, перейдем к уроку. И увидел я другого ангела посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворевшего неба, землю и море, источники вод. То есть, летит ангел посреди неба, да, имеющий вечное Евангелие. Да, то есть, мы понимаем, что речь тут не об Иисусе, да, то есть, о каком-то ангеле с Библией, да, с вечным Евангелием, который говорит, что суд наступил, да, то есть, на эту тему уже вышла куча уроков. Один из последних, это Божий суд, да, и помимо этого, практически с самого начала, с самого моего появления, я начал говорить, что Божий суд, он начался с моим появлением. Знать еще, не зная об этих стихах вообще. То есть, Отец Небесный, да, я тоже говорил с одним из моих последних уроков Духи злобы поднебесных, да, я вам подробно объяснял. Вот, кстати, пожалуйста, посмотрите три урока. Те, кто впервые на моем канале, посмотрите три урока, посмотрите три видео. Это «Глаз выпью еще в пустыне» один, это «Сложных текстов» нет, и «Духи злобы поднебесных». Ну, например, да, вот эти три урока, вообще я рекомендую, если вы, конечно же, там, все 300 видео вы не можете в раз схватить и посмотреть, но смотрите хотя бы по 3-5 уроков, чтобы понять, кто я и что произошло, что происходит, да, прежде чем вы начнете писать ваши комментарии, скептическое относиться ко мне. Посмотрите 3-5 любых уроков, да, и вы тогда поймете, кто я, что происходит, и вам, может быть, захочется посмотреть дальше, да, что я сделал. Но сам факт. То есть, летит ангел, говорит о том, что суд начался, и об этом я еще раз говорю, да, об этих стихах я узнал после того, как я это заявлял. То есть, сейчас уже пересматривая, я это понимаю сам, да, то есть, вот таким образом Отец Небесный меня и обучал. То есть, я что-то говорю, а потом он мне открывает стихи на эту тему. И это повторялось неоднократно, да, пересматривая урок, пересматривая сейчас плейлист «Школа», я же смотрю с самого начала все, и я понимаю, что я проговорил это, не зная Библию вообще, еще раз подчеркиваю, да, и через какое-то время он мне уже давал стихи на то, что я уже сказал. То есть, таким образом шла моя проверка, да, скажу я это, не скажу, заявлю я это, не заявлю, пойду ли я против православия, не пойду я против него, но по нему я обиду, не против, а начну я стучать до него, да, скажу я о меньшинствах вообще, заговорю я о меньшинствах в той стране, в которой есть закон о гей-пропаганде, вы понимаете, вот это был мой тест на, не буду говорить поговорку, но вы понимаете, да, хватит ли у меня мужества на это, он же меня тоже проверял, у меня на все мужество хватило, в этом смысле, что я сказал все, что он мне велел сказать, да, и я говорю все то, что он мне велел говорить, у меня нет недосказанных уроков, у меня нет ошибок. У меня нет ошибок ни в одном из уроков. Я вот просматриваю, да, и я не допускаю ошибок. Именно поэтому это и вторая причина, по которой мои уроки часовые, да, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Не я, а чтобы вы поняли. Он мне открывает в секунду. То есть я раз, и все. У меня уже том, который мне нужно рассказать, он мне в голове. То есть это происходит в секунду. Вот. И я вам вот это час разжёбую, да, там, или два. Но сам факт, что нету ошибок в моих уроках. У меня есть скажем, это то, о чем я вам опять же рассказывал в уроке Духи Злобы Поднебесного, да. Когда я ослушался Отца Небесного, да, и поступило мое наказание. Подробно об этом в уроке Духи Злобы Поднебесного от него, да. Но ошибок у меня нет. Я их не могу допустить просто. Не знаю, понимаете вы это или нет, но наверняка кто-то понимает, а кто-то не понимает и никогда не поймёт и не поверит. Да, но я просто должен говорить, что я должен говорить. Поэтому ошибок быть не может у меня. У меня их нет. Вот. И это подтверждаю как мои уроки, как знамени, да, в небе, которые устраивали не я, а он их устроил в тот момент, когда я обучался, да. Значит, началось мое обучение. Произошло землетрясение, произошёл Хамас, о которых я говорил. Не может быть у меня ошибок. Вот. Поэтому бегите в горы, бегите в горы, пока есть время. Да. Продолжайте путь, пока есть свет. Пока свет с вами. С двадцать шестого года никто уже, ни я, ни он, никто ничего делать не может. Вот. Те, кто с Богом, всё, дверь будет закрыта с двадцать шестого года для всех, кто не с Богом. Вот. В этом ужас. Да. Бегите в горы. Так вот. Возвращаемся к откровению, да. И восьмой текст опять. Летит другой ангел, да. И другой ангел следовал за ним, говоря, Пал, Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть на эту тему вышел отдельный урок суд блудницы. То есть я ещё раз поясню, что все эти ангелы, которые, да, по книге откровения, и был человек, посланный от Бога, пророк Моисей, Лазарь, то есть всё, все эти ученики, все эти ангелы говорят через одного. То есть то же самое происходило с Иисусом Христом. То же самое происходило с пророком Мухаммедом. То же самое происходило с Моисеем. И со всеми пророками, посланниками, помазанниками ровно одна и та же картина, да. То есть Бог говорит, да, то есть вот нам, чтобы было понятнее, Отец Небесный дал Евангелие, да, и дал нам Иисуса, послал нам Иисуса, что есть Библия, что есть Евангелие, да, который вот поясняет, что все вот эти ангелы, они говорят через одного человека, да, и как в те времена, так и в наши времена, сегодняшние, да, дни, все эти пророки были окиданы камнями, оплеваны, Иисуса Христа распяли, да, одна и та же картина, старая песня со всеми пророками, потому что ни один пророк не принимается в своем отечестве, но он должен находиться в своем отечестве, да, потому что он был послан в свое отечество. Недавно какой-то там пастырь, не помню кто, но заявил то, что вот это, нужно переезжать, да, то есть смысл в том, что нужно переезжать, да, видимо, не помню, с чем это было связано, видимо, с тем, что сейчас великое пробуждение, да, и вот народ пробуждается, что ни день, то новый человек, до кого дотронулся Бог. Да, и видимо к этому. Было, но сам факт, что он заявляет то, что вот нужно переезжать. Нет, не нужно переезжать, Библия не об этом говорит, вообще не об этом. Если бы нужно было переезжать, Иисус Христос уехал бы из Израиля в Россию и ходил бы тут, по городам. Он ходил по своему, по своей окрестности, по своим там, близлежащим городам. Это происходит с каждым пророком и посланником. Смысл этих стихов в том, что послан в Россию, сиди в России и получай свои камни. Вот, в чем смысл этих стихов. Так вот, теперь возвращаясь к комментарию. То есть, поступил комментарий на тему того, что если через семь лет, да, ничего не произойдет, то откажусь ли я от своей веры в высшие силы. И так как один человек это олицетворение определенной категории людей. То есть, у определенной категории людей тот же самый вопрос в голове. И вот, чтобы, отвечая одному человеку, у этой определенной категории людей, этот вопрос на суде уже будет, да, война же духовная. Все, им уже мой ангел там отвечает. В этом смысл. Не знаю, понимаете ли вы спустя два года это или нет, но сам факт. Вопрос появился, я должен об этом рассказать. А вопрос этот уже не впервые, да, вопрос мне этот задавали, моя подруга мне задавала этот вопрос, что, а если ничего не произойдет, то что тогда, да, я же пришел сюда и начал говорить о том, что избавляйтесь от ваших бизнесов, да, это очень важно, избавляйтесь от ваших бизнесов, избавляйтесь от ваших денег. То есть на эту тему, на тему денег, бизнесов, богатства, в Библии сказано очень много, что проще верблюду пройти через ушко иглы, да, чем богатому попасть в Царствие Небесное. Деньги – это смерть, это сатана, да, мы сейчас, понятно, что надо жить, понятно, что надо есть и зарабатывать для того, чтобы есть, но накопление, вы же зарабатываете, ну, в России бедный народ по большей части, но сам факт, вы же понимаете, о чем я говорю. То есть если вы работаете медсестрой где-то там, чтобы прокормить свою семью хоть как-то, работайте, пожалуйста, работайте, не уходите с работы, вы понимаете? Но если вы работаете на то, чтобы купить ребенку новый айфон, вот это, об этом речь идет. Вы с этим айфоном и останетесь здесь. Вы покупаете ребенку айфон, вместо того, чтобы купить ему библию, понимаете? И зачитать ее. И ведете, вешаете на него кресты. В этом смысл. То есть речь идет о людях, у которых есть накопления какие-то, а не которые там от зарплаты до зарплаты считают эти копейки, которые он зарабатывает большая часть страны. Я говорю о своей семье в том числе, вы понимаете. Кушать нам надо всем. Господь Бог хлеб с неба никому не даст. Я имею в виду, лично руку не протянет. То есть небо не раздвинется здесь с буханкой хлеба. А грядут тяжелые времена для всех. С 26-го года у нас начинаются тяжелые времена. Что вы с этим богатством эти люди будут делать? Я не знаю. Но если не будет еды, подумайте об этом. Вы деньги будете есть? Купюры или, не знаю, кредитные карты ваши. Грядет тяжелое время во всех смыслах. Эпидемия, голод, болезнь. Все это приближается к нам. С 26-го все это начнется у нас. Поэтому будут все в одинаковом положении. Потому что это вся земля будет задействована. Это не только Россия, не только Украина, не только Америка, не знаю, Казахстан. Это вся земля будет в тяжелом положении. То есть, не знаю, кроме, наверное, Владимира Владимировича, наверняка он там в бункере, о котором знают все, это не новость, я вам сообщаю. В интернете есть. Наверняка он там имеет склады с продовольствием. Но по большей части вы понимаете. Даже те, которые считают себя сегодня богатыми с 26-го года, все эти люди поймут, что они ошибались. И поймут, что фокусировались-то они вообще не на том, на чем нужно было. Но будет уже поздно в этом смысл. Так вот, на тему комментария уже давно, в середине лета 2023-го года вышел урок под названием «Удалю, если». Да, это во-первых. этот урок есть на платформе Рутюб. То есть я его в какое-то время выложу, конечно же, на новом канале, в Телеграме, на канале, когда до них дойдет очередь, потому что я выкладываю каждый день и на это уходит время. Но этот урок есть, урок «Удалю, если» есть на платформе Рутюб, в котором я вам привожу примеры того, что «Так, как я», на этой планете не говорит никто. И если вы найдете, что если кто-то до 2022-го года говорил «Так, как я», а я еще раз повторяю, «Так, как я», не говорил никто за две тысячи лет. Никто Библию не толковал таким образом, как я. Да, и вот в уроке «Удалю, если» я с вами договорился, да, вот с такими людьми, которые шлют комментарии, «А что если», да, вдруг. То есть «Я удалю свой канал, и все удалю, если вы найдете хоть кого-то, хоть кого-то, ненормального, нормального, вы все меня считаете больным, но многие из вас, найдите хоть какого-то человека, который говорил хоть примерно хоть что-то, да, не про волок и овец, да, а про людей. То есть вы не найдете никого, я вам сразу говорю, потому что посланник, я, я единственный посланник за полторы тысячи лет, потому что до меня был Мухаммед для мусульман, да, вот, после него пришел уже я, но я был послан Иисусом Христом, это важно, да, Иисусом Христом я был послан, потому что он у нас Спаситель один. Так вот, пройдите, посмотрите этот урок, чтобы у вас не возникло подобных вопросов, и продолжая диалог с этим комментатором, то есть я ему ответил тем, что я уникален в плане толкования, да, Библии Священного Писания, то есть все, что я сказал в 2022 году о том, что должно произойти в 2023 году, оно произошло, да, то есть после чего я ему дал понять то, что у меня нет ни единого сомнения в том вообще, о чем я говорю, потому что я знаю, кто говорит через меня, на что человек мне отвечает, как он понял ответ положительный, то есть как вы поняли, мне неизвестно, и что вы вообще поняли, я не знаю, что я не могу залезть в вашу голову и посмотреть, что вы там поняли, прослушав мой урок. Опять же, православие, да, те, которые имеют Библию и читают Библию, которые говорят, что в опрошении мертвых грех, они идут в православный храм поклоняться и целовать мощи умерших людей. Они же тоже понимают, да, что как-то по-своему Библию понимают. Вот поэтому что вы поняли, мне неизвестно, но я вам скажу, что есть. И на вопрос, который я задал этому человеку, то есть в ответ, он так и не ответил, то есть человек пропал. Поэтому появляется сегодняшний урок, в котором я говорю, друзья мои, вы неправильно ставите вопрос. Во-первых, а что если это, что называется, на всякий случай поверю в Иисуса Христа, вот, это вот я говорю, как я понял вас уже, да, то есть, а что если Иисус есть? Давайте на всякий случай будем верить в Него. То есть я не провожу параллели со мной, да, сейчас я не Иисус Христос, да, я глаз выпьющу в пустыне, которого послал Иисус Христос, но ваша позиция ровно такая, вот, вы та категория людей, которые на всякий случай поверю, а вдруг там что-то есть. Вы понимаете? И вы мне задаете вопрос и говорите, а что если нет? Я знаю, кто я, вы не посмотрев мои уроки, не посмотрев вообще, что со мной произошло, я говорю сейчас про свет, в тот момент, когда я сплю, да, об этом есть отдельный урок, он так и называется свет, посмотрите его, какое чудо в моей жизни произошло, да, то есть, ни с кем этого не произошло до меня, понимаете, после Моисея я второй человек, к кому Отец Небесный явился вот так вот в виде света, да, и вы, смотря это, я надеюсь, что вы посмотрели и увидели это, то есть, смотря на это, вы мне задаете вопросы, да, такие как Кудрявцева, например, а ты наркотики употреблял? Слушай, ты ничего перед этим не употреблял? Я к тому, что, ну, как-то что-то должно же было произойти, чтобы ты так раз и резко поменял свое. Вот, ну, вы видите, свет, ровно такой же вопрос получил от своего соседа, да, который смотрит мои уроки, православный сосед, который не имеет книги, но мы до этого даем, который не имеет Библии, но он, смотря мои уроки, видя света, говорит, ты же свет видел? Свет надо мной, когда я сплю, видел. Ну, он мне говорит, странно, зачем ты это все делаешь? Зачем тебе это надо? Я им поясняю, что, и поясняю вам, всем, тем, кому нужно пояснить, не я говорю, я инструмент в руках Господа Бога, который говорит через меня, все, что я говорю, не я говорю, он говорит, все эти учения, это не мои учения, все, что вы слышите, это не я говорю, это не я придумал, да, то есть, я говорю то, что мне нужно сказать, я не делаю ничего от себя, я не говорю никакой от себя тены, вы понимаете? И пока вы этого не поймете, пока вы не поймете, кто я, вы не поймете, о чем я говорю, да, у вас задача, одна из первостепенных, понять, кто я, поэтому я вам говорю, смотрите уроки, чтобы понимать, то есть, не смотря уроки, вы не поймете, кто я, и что происходит, а понимаете, я еще раз повторяю, что Иисус Христос ходил по воде, воскрешал мертвых, люди не поняли, потому что не слушали его, и распяли, понимаете? Та же самая картина происходит сейчас, когда отец пришел в виде света, произошли землетрясения, Хамас, о которых я предупреждал в 2022 году, но вы так и не понимаете, кто я, потому что вы не смотрите, и у вас Библии, даже дома нет, понимаете? Поэтому я подчеркиваю еще раз, что вера, такая вера, как верю в душе, это не верю, и вера, верю на всякий случай, это не верю называется, да? Если вы верите, мы с вами обсуждали это в уроке Божьей печати. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И с 18 стихом мы приходим к большому откровению, то есть, когда Отец Небесный посылает посланника, и посланник призывает людей, что делают люди, которые получили не только Духа Святого, но и печать Божью. Эти люди, читаем внимательно, они тотчас, не через год, не задумываясь, не начиная обличать Иисуса Христа, что это за кренди, небесов ли ему понакидали, тут сказано, первая глава от Марка, 18 текст, они тотчас, сию секунду, мгновенно, оставив свои дела, последовали за ним. Почему? Потому что, открываем, а теперь мы прыгаем в Евангелии от Улана, глава пятая. Ученики бросили все тотчас и пошли за Иисусом Христом. Вот это вера. И таких людей у меня на канале уже больше и больше, которые начали мне помогать, слышат, постят, распространяют. Вот это вера. Понимаете, люди отказались от православия, отнесли кресты своих там иконы в православную церковь, отдали все назад, вернулись домой и помогают мне в моей работе, помогают мне донести весть от Иисуса Христа в наши последние шесть лет. Вот это помощь. Понимаете, братья, которые постят мои видео, помогают мне с каналами, мусульманин, который принял Иисуса Христа, услышал и тоже делает перепосты. Вот это вера, вот это помощь. Вот эти люди на суд не попадут. Я вам серьезно говорю, они уверовали, да, они увидели, они потратили время, они поняли в этом смысл. А верю, на всякий случай, давайте-ка подождем, там, 29-го года или там, 27-го, да какая разница уже будет, если в 26-м году царствие приблизилось, я вам об этом сообщаю, да, это то, о чем говорят каждый, говорит каждый посланник, посланный на эту землю, царствие приблизилось, да, Иисус об этом говорил 2000 лет назад, что царствие приблизилось, некоторые стоящие из вас не познают смерти, он сказал. Вы понимаете, и прошло 2000 лет. То есть я ему говорю, я имею в комментатору, да, я говорю, что ты Иисусу будешь то же самое предъявлять, ну, как бы 2000 лет прошло, те люди 2000 лет как умерли, понимаете, а Иисус ходил, говорил, что некоторые из вас не познают смерти, царствие приблизилось, это то, что делаю я, и я ему, вот, комментатору задаю вопрос на эту тему, то есть ты с тем же вопросом к Иисусу на суде пойдешь, вы не понимаете, что происходит, я вам пытаюсь объяснить это два года, пересмотрите мои уроки. А ответ на вопрос, почему 7 лет вы можете найти в уроке ни дня, ни часа? Суд над живыми начался, закончится он очень скоро, и вы предстанете там со своими вопросами и комментариями и подковырками ко мне, только потому, что вы не потратили время и не посмотрели, и не попытались понять вообще, о чем я говорю. Да, и вот обращаясь ко всем комментаторам, которые у меня уже там с 22 года, да, кидают в меня камни, и те, которые, а что если, да, что называется, не верю. Друзья мои, я на вас не обижаюсь, еще раз повторяю, я на вас не злой, но здесь важно то, что у вас на уме, и что у вас на сердце, вы же понимаете, что некоторые могут сказать, извини, да, а про себя ходить и поливать меня, да, здесь же война духовная, вы должны понимать. суд над живыми идет сейчас, и все это пишется в вашей книге, даже если вы думаете, он знает все ваши мысли, даже если я вас лично не встречаю. Поэтому я на вас не злой, я понимаю, как вам тяжело и сложно, но на суд вы пойдете с вашими камнями, которые вы накидали в меня, да, с вашими подковырками, с вашими какими-то, в общем, царство небесной силой берется. Если вы не услышали, если вам не открыто, значит, проблема в вас, вы что-то не доделали, вы за что-то не покаялись, до вас Господь не дотронулся, вот и все. И почему это так, вот как раз-таки давайте объединим сейчас, ровно потому, что Иисус говорил, обращаясь перед тем, как он покинул этот мир, да, он молился, давайте откроем, Иоанн 17,9, да, здесь глава о том, что Иисус молится к Отцу Небесному за тех, кого Он, кого Отец Небесный дал Иисусу. Девятый стих, «Я о них молю, не о всем мире», говорит Иисус Христос. Это очень важно понять, да, Он, Иисус Христос, перед тем, как покинуть этот мир, Он молится Отцу Небесному, молит о тех, кого Отец Небесный дал Иисусу Христу. Он так и пишет, что «Я молю не о всем мире, да, я молю о тех, кого Ты мне дал. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Да, то есть эти стихи прекрасно поясняют, да, что мы все дети Божьи, понятное дело, да, но в силу нашей духовной войны эти дети Божьи, да, становятся не Божьими детьми, да, и немногие из них понимают, что они не там находятся, да, и возвращаются домой, да. Понятно, что молиться нужно за всех, за заблудших овец, за чернокнижников, за всех нужно молиться, потому что наша задача спасти всех, но здесь Он молит Отца Небесного укрыть тех, кто услышал Его, да, то есть и эти стихи прекрасно показывают то, что речь идет о 12 учениках, как вы понимаете, да, то есть Иисус же не в... Я надеюсь, что вы это сейчас поймете, да, что Иисус же не молился в прямом смысле за 12 учеников, ну, как минимум, потому что у него есть Матерь Его, да, Он же за нее тоже молился, А это как раз-таки поясняет то, что один человек это определенная категория людей, да, Иисус спасал весь мир таким способом, да, потому что Иисус это Библия, Библия это Иисус, да, ешьте меня, да, пейте мою кровь, вот смысл в этом, ешьте мое тело, пейте мою кровь, читайте меня, изучайте меня, ешьте меня, каждый день будьте со мной, и я буду в вас, смысл в этом, что происходит в наше время, вот в этом смысл того, что Иисус Христос, Сын Божий, помазанник, посланник, да, который стал Господом, закончив свою миссию, да, и Он, да, как Отец был в нем, как Бог, да, и вот Он говорил ко 12 ученикам, что есть определенная категория людей всего человечества на тот момент, Он ходил в определенном месте, да, близлежащие города, Он не летал, ну, там, окей, Он не ездил на осле из страны в страну, да, речь об этом, и это и объясняет, то, что вот посланник, Он посылает в определенное место, Он говорит с одним человеком, его ангел, за каждым из нас ангел, да, вот мой ангел за мной, он там трындит уже с этой категории людей, в этом, в этом суть. Так вот, что происходит в наше время? Я встречаю, я сейчас говорю о моих родственниках, родственниках, да, и моих соседях, которые православные, с которыми я встречаюсь и пытаюсь, которые задают мне вопросы, да, зачем мне это все нужно, да, на вопрос, зачем мне все это нужно, я уже ответил выше, да, то есть не я решаю, не я себя послал. Так вот, что происходит? Православные люди, я сейчас говорю, я подчеркиваю, это важно, да, я говорю о моих родственниках, родственниках, о моих соседях, это люди, которые могут поговорить со мной в любое время, когда угодно, задать мне любые вопросы, понимаете? Это люди, с которыми я прям вот в контакте чуть ли не каждый день, да, это люди, которые не имеют Библию дома, они идут, о чем я говорил, да, то есть они крестят своих детей в местах, о которых они ничего не знают, они не знают, кто такой Иисус Христос, они считают, что Матрона, это мать Иисуса, те, кто знают, кто такой Иисус, они вешают на себя кресты, молятся иконам, мощам, не понимая, зачем нужна эта книга, то есть я говорю, а Библия есть у вас? Они мне отвечают, а зачем? Да, то есть урок слова стало плотью, в котором я вам рассказываю о том, что встретив женщину, которая ходит в православный храм, заявляет то, что да нафига мне твоя Библия, у меня есть Матрона. То есть вот это вот 90% православия, вы понимаете, да? То есть переводя на их язык, я им говорю то, что вы понимаете, вы едите, чего вы не знаете, лишь бы что-то есть, что-то едим, что непонятно, переводя вот на язык еды, потому что по-другому, я не знаю, как еще объяснить, да, я уже начинаю какие-то другие способы искать, чтобы донести до людей то, что вы, что первостепенно, да, то есть я им поясняю, что Библия сначала была, храмы появились, только потому, что Библия есть. Та же история, то есть на эту тему вышел урок, кстати, очень интересный, я его присмотрел, опять же, на эту тему вышел урок «Осторожная религия», да, «2000 лет лжи», то есть в котором я вам говорю, что люди вообще ничего не знают, ни христиане, ни мусульмане, да, то есть опять же, отобщаясь с мусульманами, я думал раньше, еще вот до лета 2023 года, до выхода урока «Осторожная религия», я думал, что мусульмане знают, что они делают, мусульмане не знают, что они делают, то есть ровно та же история, что православные, понимаете, я прямо вот задался целью, я хожу, общаюсь с мусульманами, просто в диалогах, с теми, которых я знаю, которых я не знаю, с которыми я случайно встречаюсь где-то, да, я задаю обычные вопросы, элементарные вопросы, люди не знают, кто такие я, Джуджи Маджуч, то есть они подходят ко мне, потом спрашивают, а это прямо, да, это прямо в исламе, я Джуджи Маджуч, Гок и Магок, так вот, и встретив очередного мусульманина, я ему задаю там несколько вопросов, с которых я понимаю, что человек вообще не знает ничего, но для меня это уже не удивление, да, что мусульмане ничего не знают, но сам факт, я ему задаю несколько вопросов, он на меня смотрит, как на инопланетяне, давайте скажем так, что это вдруг христианин, то мне про Коран спрашивает, ну это так происходит, я ему говорю, ну ты Коран читаешь, я надеюсь, он говорит, нет, зачем, я же намаз делаю пять раз, я ему, подожди, ну, это пять столпов ислама, первый, это шахада, это свидетельство веры, да, то есть, это не то, что я верю в тебя, Аллах, вот это они считают, они вот это считают, первый, первый столб ислама, это шахада, свидетельство веры, они считают, что это просто, вот как православные, да, верю в тебя, отец, все, и занимаются своими делами, свечку поставили, то есть, в православии это свечка, помолились тому иконки, а в исламе, это как раз таки второй столб, из пяти, это намаз, пять раз у них обязательно, нужно совершать намаз в определенное время, и я тут понял вообще, что это, это одна и та же картина, ни мусульмане ничего не знают, ни христиане ничего не знают, вы понимаете, я только дошел до второго столба, человек просто слился, знаете, таким образом, он говорит, это вообще не место, где можно говорить о Боге, я говорю, подожди, как, о Боге можно говорить везде, человек говорит, не, тут нельзя о Боге говорить, а мы с ним встретились в маркете, ну, за продуктами, и что, слово за слово так разоговорились, вы понимаете, люди считают, что о Боге, об Аллахе, можно говорить только в определенное время, в определенном месте, то есть, они не читают Коран, они не знают, кто такой, я джуди маджуч, гок и магог, они не знают, я не знаю, даджа, они слушают, закиры найк, наверное, и все, та же самая картина в православии, то есть, люди, не знающие, зачем эта книга нужна, они идут в храм, о которых они ничего не знают, вешают на себя и на детей кресты могильные, окунают их там в купельки, что-то, какую-то магию там с ними проводят, с этими людьми, короче, отрезают от Бога их вообще, и они довольны, и уходят домой, живут своей жизнью, считая, что они все с Богом, вот такая картина, друзья. Но, по крайней мере, протестанты не делают никаких крестных знамений, в отличие от православных и католиков, о чем, собственно, сегодня и пойдет речь, но для того, чтобы вы могли до конца понять проблему крестного знамения, и ношение могильного крестика на вашей груди, я должен копнуть чуть глубже, и ознакомить вас с таинством крещения, так как мы с вами знаем из детства, что все тайное рано или поздно становится явным. Время пришло. Вот. К чему я это? К тому, что как раз таки хочу пояснить вам сложность миссии, да, и посланников, проблема посланников, каждого посланника, которые встречаются вот с такими людьми, да, то есть в каждое время это были свои посланники, которые были с своей определенной вестью, которых не принимали нигде, никто никогда не принимал посланника, да, одних кидали камнями, вторых там распинали, вешали, убивали, стреляли и так далее, да, у каждого своя история. Мир яро ненавидит меня, а вас нет. Я ведь свидетельствую, что дела его злы. Интересно, что будет у меня, да, но я знаю, от кого я пришел, да, что я делаю, опять же, ну, как бы, Моисей жил своей жизнью, да, вывел народ, и все у него было нормально, детишки, там, жена, поэтому не совсем крах и ужас, да, Отец Небесный сказал мне, что я не кровь сюда проливать пришел, поэтому, ну, это тоже, опять же, да, я могу кровь и не проливать, меня могут отравить. Смысл в этом, да, потому что, ну, как бы, ни православие, ни протестанты, ни католицизм, ни мусульмане, никто не принимает меня, говорю я для всех, да, я имею в виду, основная часть, основная масса людей, они не принимают и никогда меня не примут, потому что они уверены в том, что Матрона, Мать Иисуса, им бесполезно что-то объяснить, они уверены, что горлица это к смерти, да, а не уверены, что делая намаз пять раз в день в определенное время ты уже с Аллахом, понимаешь, и что-то попытаться достучаться каким-то образом до этих людей бесполезно, именно поэтому я повторяю, что распределение по большому счету закончено, идет суд живых, все, я тут по большому счету для того, чтобы сказать, что Бог реален, я засвидетельствовал, все, и вот все после 29-го года отправляются на суд, те, кто отправляются, да, те, кто услышали посланников, они минуют суд, они не попадают на суд, а услышали, это значит, читают, изучают, понимают, помогают, понимаете, соблюдают все, что сказано здесь, для этого Иисус и был послан, да, Иисус Библия, ешьте меня, пейте мою, пейте мою кровь, ешьте мое тело, да, вот, что называется, услышать посланника, не то, что там посмотреть один мой урок, или там пару сторисов, это нет, это все люди идут на суд, да, и вот, опять же, возвращаясь к вопросу моих родственников, которые, и соседей, с которыми у меня есть возможность контактировать, хоть чуть ли не каждый день, они в своих убеждениях, они не готовы от них отказываться, они слушают меня, смотрят, но они живут с иконами, ходят, крестят детей, и все, это, это, это уже не изменить, это будут единицы, те, кто поймут и услышат, это вы понимаете, потому что, так же, как я и сказал, опять же, в уроке осторожная религия, все эти люди, которых я встречаю сегодня, о них уже давно все сказано, именно по этой причине, я вам еще раз повторю, что не важно, сколько у меня подписчиков, я встречаю этого одного человека, он олицетворяет определенную категорию людей, потому что, встретив их миллион, они будут говорить одно и то же, в этом-то и суть, все, что тебе хочется сделать, встать и сказать, до свидания, то есть, внятного ответа, после этого уже, я от людей не слышу, да, только то, что они бьют себя в грудь и говорят, что мы дети божьи, а ты не понять, откуда пришел. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Да, вот поэтому, я и был послан Господу Богом, чтобы сказать, что все, стопэ, время закончилось, все, все распределились, все, сатанисты будут верить в сатану. Я прописан в аду, у меня есть паспорт, я служитель дьявола, я даже получал корону, я много людей привел в эту религию, огромное количество. У кого-то еще есть вопросы, о том, что я говорю правду. Через два года во всем мире будет Великая война, два года, великое сражение, небеса нас слышат. Они не изменят свое мнение, все, они пришли сражаться с нами. Та же самая история с православием, они не откажутся от иконы, это будут единицы, да, они есть на моем канале, мира, милости и благословения вам, друзья мои, но это единицы, как вы понимаете, поэтому все, время вышло, начинается суд, суд начался, он идет. вот нас, живущих, вот сейчас живущих, в 29-м году, мы уходим в духовный мир, и на суд идут те, кто не понял, да, что происходит. Ну, вот как бы вот так. Именно поэтому я повторю то, что я сказал в уроке два свидетеля, да, это откровение 11-я глава, что перед временем великой скорой, перед чашами гнева, да, то есть должны прийти два свидетеля, свидетельство которых будет идти три с половиной года. Возьмите пять минут, тут реально больше не надо, прям пять минут. Вы, каждый, кто меня слушает, вы знаете себя. Вы знаете, кто вы, как вы, что вы, ваши мысли, все, вы себя знаете. Вы с собой честны, да, возьмите пять минут, я еще раз повторяю, больше вам не надо, и задайте себе несколько вопросов. Вот появляется два человека, которые начинают стучать к вам в дом, здрасте, мы два свидетеля из книги откровения 11-й главы. Как вы себе это представите? Или на ютюбе там появляются два человека, которые сидят и говорят, что мы два постальника Божьих из 11-й главы откровения. Что бы они ни говорили, что бы они вам ни показали, какие бы знамени, что бы там ни случилось, просто задайте себе один вопрос, что вы будете делать, увидев это. Я вам скажу, потому что я знаю, мне уже отвечают на это два года. Вы ответите стихами Матфея 24-24. О лжепророках с их великими знамениями и чудесами. Нас об этом Иисус предупреждал. Вот что будет. У них шансов нет у этих людей. У них просто нет шансов у этих людей в мешковине. Что надо заметить, там же сказано в речище. В речище это мешковина. То есть два человека в мешковине сидят. Не важно, что они будут говорить. Не важно, где они это будут говорить. Придут они к вам, вы дверь не откроете. Просто будьте откровенными сами с собой. И тогда вы поймете, что два пророка – это метафора, о которых я рассказывал в уроке «Два свидетеля» и «Содома Египет». Это метафора. Это нереально, что такие два человека появились, и кто-то вообще к ним хоть как-то прислушался. Просто представляете себе два мужика в мешковине. Дальше объяснять ничего не надо. Это метафора. Но это также объясняет сложность задачи посланников. Именно поэтому ни один пророк, ни один помазанник, никто не принимается в своем Отечестве. А уж тем более в другой стране. Ну как бы это просто... Короче, миссия не в этом. Вот он вам еще раз подчеркивает, что даже меня захотели возвести царем на земле, но я это... К отцу пошел один на один. От греха подальше. Чтобы те люди, опять же, поясню, да, если непонятно, чтобы те люди, которые были в поле и увидели хлеба, да, чтобы они икону не сделали ему. Ну так как это иудейский праздник, сделали. В православии висит крест с Иисусом, только они его сектантом считают. То есть мальчик на турнике, видимо, это прикол, да? То есть... А чем тогда у вас там висит, я не понимаю? Лора, тебе нужно подчиниться. Я хочу, чтобы ты простила, Кэт. Но господи! Почему ты называешь меня Господь? Ты не делаешь то, что я прошу. Да, вот поэтому я еще раз повторяю, что моя задача, как глаз выпьющего в пустыне, передать информацию, да, о том, что царствие приблизилось, суд начался, и, ребят, все, конец игры. Конец вот этого проекта под названием человечество. Все. А дальше верю, не верю, и, опять же, все уже я сказал выше на эту тему. Я с вами читаю Библию, да, я призываю к вере в Иисуса Христа, к покаянию, и говорю о том, что царствие приблизилось. Поэтому что вы обо мне думаете, да, вот здесь все сказано, да, то есть... Друзья мои, я еще раз повторяю, что даже если бы не случились знамения, да, не случилось землетрясение, и Хамаса, да, о котором я предупреждал весь 2022 год, никаким образом я не противоречу тому, что сказано в Библии, да, я призываю к Иисусу Христу и к покаянию, говорю, что царствие приблизилось, да, в то время как проповедники и пасторы, большая часть их говорит о том, что... все это еще не скоро, спите, выспитесь, и будем в Царстве Небесном, да, ну, как бы вот такая история происходит. Поэтому с позиции Библии я делаю ровно то, что заповедал делать Иисус Христос. Да, и опять же, в отличие от проповедников, которые настолько деликатно говорят о православии, ну, те, которые знают, что православие, это не истина, да, говорят это настолько деликатно, то же самое про магию, да, говорят о магии настолько деликатно, что даже их не слышно, да, а вы с этим были посланы, да, опять же, я повторяю, что Боковы, Черноусовы, они не понимают вообще, то есть Черноусов мне задал такой вопрос, что он мне говорит, ну, понятно, ты гонишь, он мне говорит, гонишь на православие и на Елену Вайт, да, на что я ему ответил, что не считаешь ли ты, что ты тоже должен гнать твоими словами, да, выражаясь, гнать на православие, я вам напоминаю то, что сказал Иисус Христос, здоровые во врачи не нуждаются, да, и также он сказал, что один неправедник кающийся, да, он принесет больше радости, чем праведники, да, в небесном царстве, вот об этом-то и речь, да, поэтому еще раз повторяю, что помимо того, что вы правильно делаете, что вы читаете Библию, да, но вы и кучу всего неправильного делаете, да, там, спите после смерти, инопланетянов ждете, и все, о чем я говорил, пасторы, плейлист пасторы, да, все, я говорю об этом, да, вы как бы и призываете народ, но у вас и косяков куча на ваших каналах, но помимо этого, вы не понимаете вообще, с кем бороться-то надо, вы должны в первую очередь, как протестанты, да, знающие, что идолы, человеческие традиции, это все сатана, да, вы должны кричать на своих каналах об этом, люди, просыпайтесь, да, вот то, что делаю я, это то, что заповедовал Иисус Христос, да, и то же самое я говорю про магию, потому что магия, это религия, сатаны, эти люди все будут гореть, эти люди все погибают, а вы сидите на своих каналах, говорите о том, что, ну, как бы, спим мы после смерти, вы за это будете отвечать, понимаете, в том числе, потому что на ваш канал подписаны люди, вот эти тысячи, да, не знаю, там, накрученные, купленные, сколько, сколько реально, сколько нереальных, но софак, за всех реальных вы будете отвечать, понимаете, потому что вы говорите, то, что говорить не надо, призываю к Еленам Байт, и прочее, 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 к Кокодам, Матронам и так далее, то есть у каждого свои заблуждения и проблемы, и они есть у всех, об этом плейлист, а пасторы, пожалуйста, проходите, смотрите, да, и возвращаясь к комментарию, дополню лишь то, что еще, там, сколько-то, пару-тройку лет назад, никто из нас, никто из нас, не знал о ядерной войне в 18 веке, да, мы до сих пор не знаем, куда и каким образом исчезли цивилизации, жившие до нас, строившие города, в которых мы и живем, об этом плейлист «Мировые обманы», это очень важно, тоже знать, что все это было, но оно куда-то делось, вдруг, и когда вы будете знать это, а это тоже есть работа магии, чтобы человечество об этом не думало, но когда вы начинаете об этом думать, да, что что-то было до нас вот еще пару-тройку столетий назад, и оно куда-то вдруг делось, все, понимаете, вот это называется апокалипсис, открытие глаз, когда вы будете знать это и поймете, что совсем недавно что-то было, о чем мы вообще ничего не знаем, ваши глаза откроются, апокалипсис произойдет у вас, и вы начнете искать Бога, быстренько тогда, сразу, а чушь, а как, вот, потому что ровно то же самое произойдет в 2029 году, мы уходим домой, все, все, вот это как древние цивилизации, куда-то пропали вдруг, в одну секунду, да, произошла война, да, вот эта вот ядерная в 18 веке, о которой мы ничего не знаем, динозавры вообще только вот оказывается еще тоже пару-тройку столетий назад летали здесь, да, о которых мы ничего не знаем, о которых нам ученые сказали, что они жили миллиарды лет назад, да, в общем, желаю вам на эту годовщину времени Великой Скорби, да, чтобы ваш апокалипсис произошел уже у вас, да, чтобы ваши глаза открылись и наконец-то рождение Иисуса Христа произошло в вашем сердце, вот, тогда вы поймете, кто я и что происходит и побежите в горы, чем быстрее вы поймете, тем лучше для вас, потому что бежать нужно какое-то время и местами это очень тяжело, да, есть уроки, которые, над которыми надо просто очень хорошо послушать их, да, чтобы понять, вот в этом смысл. Поэтому те, которые задают вопрос, вот, наверное, самый простой ответ на вопрос, а что если идете в плейлист мировые обманы и начните с него, пусть апокалипсис произойдет для вас, да, открытие глаз, вы поймете, что мы живем в мире полностью состряпанным только что, ну, я им образно говорю, да, а не образно мы не знаем нашего прошлого вообще, да, вот эти сделали все, чтобы мы не интересовались нашим прошлым, чтобы мы его не знали, они выдумали для нас историю нашу, они говорят, что мы летаем в космос и на Луну высаживаемся, никто никогда не был в космосе, никто никогда не был на Луне и быть не может, потому что, чтобы выйти, да, в открытый космос, они вот где-то по орбите летают, да, а чтобы выйти в открытый космос, нужен костюм в 80 сантиметров свинца, вы на каком-нибудь из космонавтов видели 80 сантиметров свинца, нет, вот, поэтому, откуда я это знаю, тоже можете узнать на моем канале, ну, то есть, вот, будет интересно, начинаете смотреть, поэтому еще раз повторяю, для тех, кто, а что, если, начните с плейлиста мировые обманы, вам это поможет понять, что в 29 году вы поймете, в 26 году вы поймете уже, что, а что, если, вы уже будете туда сдавать, там, на суде, просыпайтесь, друзья мои, просыпайтесь, пришло время открыть глаза, никаких, а что, если, не будет, если, не будет вообще, все будет, ровно так, как Отец Небесный говорит мне вам передать, и этому уже было множество подтверждений, то есть, я очень надеюсь, что вопрос на тему того, что я нахожусь в какой-то вот, в какой-то колбе, в каком-то куполе, или в каком-то определенном пространстве, из которого, в моей пустыне, из которой я кричу, да, один человек, это уже, услышавший меня, да, это уже огромная победа, это огромная победа, один человек, да, а их уже у меня не один, ровно то же самое происходило с Иисусом, с Моисеем, с пророком Мохаммедом, со всеми посланниками Божьими, они ходили по своей территории маленькой, и кричали, понимаете, то есть, Иоанн Креститель был на Иордане, и там крестил своих учеников, да, кричал из пустыни, и весь народ израильский выходил к нему, речь идет о том, что весь мир здесь, здесь речь идет о истинно верующих людях, тех, кто услышал, пришел, покрестился, то есть, люди, которых я встречаю, с которыми я общаюсь, мое окружение, не мое окружение, те, кто начинает слышать, это и есть определенные категории людей, понимаете, всего человечества, потому что одни и те же вопросы, одни и те же иконы, одни и те же сатанисты, одни и те же православные, одни и те же, ну, там, православные делятся, знающие Библию, но читающие, что, зачем она нужна, и не знающие Библию, которые мать Матрона, мать Иисуса Матрона, понимаете, мы ходим, крестимся, молимся, детей там, окунаем, но кто такой Иисус, не знаем, то есть, там тоже православие, оно разное, да, вот, но, это весь мир такой, это неважно, вот я хожу тут, по Москве, по Самаре, я не знаю, по городам, в которые я езжу, либо мы говорим сейчас обо всей России, все одно и то же, вопросы одни и те же, а в этом-то и смысл, мы тело Христова, Христос один, и вот мы его тело, много-много-много-много-много-много-много множества душ, понимаете, но тело-то одно, вот, может, так вам будет проще понять, вот это и есть та картина, о которой я вам пытаюсь сказать, говори, с одним человеком, да, я же не говорю со всеми, я у меня уже несколько раз показал, что и не нужно говорить со всеми, вот я выкладываю урок, да, он мне дает человека, я выкладываю урок, Есть определенная категория людей, с которыми уже мой ангел поговорил. Все, потому что каждый раз, когда я только начинаю говорить, вот я помолился ему несколько дней назад. Опять же, это тоже причина, по которой появился урок. Я ему помолился, Отцу Небесному, несколько дней назад. Господи, встречаю же я людей. То есть понимаю то, что православие находится не там. Я молюсь Отцу Небесному, говорю, ну как, может, хочется мне рассказать. Я начинаю говорить с людьми, и я понимаю, что лучше не говорить. Это бесполезно. Это просто, если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Потому что, как я и сказал, в начале моей миссии. Он ничего не посмотрев, ничего не послушал, говорит, да ты под наркотиками. Ты наркоман. Я тебя очень прошу, перестань употреблять наркотики. И я на него смотрю, как на идиота просто. И понимаешь, что если нужно объяснять, то лучше не объяснять. Потому что ничего не объяснишь. Все. У каждого своя миссия. Никто ничего не будет смотреть, никто ничего не будет слушать. Кому не надо. Кому надо и посмотреть, и услышать, и позвонят, и прибегут, и заберут, и донесут. Все ровно вот так. Ничего никому не докажешь. Ничего. Именно поэтому все. Я так полагаю, это ровно то, что было с цивилизациями, бывшими до нас. Вот и все. Понимаете? То есть в то время это были свои посланники, в наше это время свои посланники. Опять же, как это все работает на 100% я не знаю до конца, но я знаю то, что я говорю. Я знаю то, что я говорю сейчас. То, что суд начался, и люди одинаковые. Поэтому вот я был послан в Россию, я здесь хожу и вещаю. В 29-м году мы отправляемся все домой. Кто на суд, кто домой. Вот так. Да, и опять же вот этот нашумевший вопрос с Явлеевой. Друзья мои, вы научитесь видеть мир по-другому, когда вы попытаетесь понять, о чем я говорю. Да, то есть Явлеева это такая же ширма, как ЛГБТ, такая же ширма, как война, чтобы отвести ваш фокус, переместить ваш фокус с повышения цен на яйца. Понимаете? Слишком много людей заговорило о яйцах, о повышении цен. Вот вам дали Явлееву. Я 99,9% уверен в том, что это сфабрикованная история. Вот и все. Почему? Потому что у нас весь шоу-бизнес голый. Ну, прям весь шоу-бизнес голый. Вы что, телевизор не включаете? Леонтьев у нас всю жизнь в этих костюмах скачет, понимаете? Киркоров у нас всю жизнь в этих костюмах полуголых. Ну, тем более сейчас своим новым торсом. Так, чё к Явлеевой тогда привязались, я не понимаю? Вы понимаете? Это ваш фокус сменили с яиц турецких. Ну, поговорите об этом теперь. Вот, нате вам. Не о чем говорить, завтра придумают что-то еще, понимаете? Геев уже перемусолили, все, видимо, скучно стало. Ну, вот вам Явлеева. Знаете, пожрите это. Вот такая история идет. Открывайте глаза. У нас весь шоу-бизнес голый уже долгое время. Понимаете? Явлеева ничего нового не показала. Я не заступаюсь. Я вам просто говорю, что происходит, чтобы вы открыли глаза ваши. С позиции Библии это Содом и Гамора. Вот Содом и Гамора. Вот что есть в Содом и Гаморе. Никак не про геев речь идет в Содом и Гаморе. Те, кто не смотрел, урок лот на эту тему. Речь в Содом и Гаморе. Вот об этом, о том, о чем Явлеева. То, о чем наши популярные певицы на сегодняшний день. Что в Америке, что в России. Включите клипы. Откройте ваши глаза. Выйдите на улицу. Посмотрите на рекламные щиты. Полуголые люди сидят везде. Да, теперь опустить вопрос с Явлеевой. У нас Содом и Гамора идет, извините, с моей школы. Я про блуд сейчас говорю в данный момент. Я заканчивал старшие классы. Меня звали на групповухе соседней классы. Я не ходил. Потому что там были групповухи, меня не интересующие. Не моего направления, скажем так. Потому что я был одиночкой. Я рос одиночкой. В этом смысле. У нас старшие классы школ уже все со всеми переспали. А это, на минуточку, было задолго до появления интернета, порносайтов и нашего откровенно голого шоу-бизнеса. А вы мне говорите о том, что Содом и Гамора должна прийти в последнее время. Так она уже идет давно. Она уже идет уже очень давно. Открывайте ваши глаза. Поэтому завершить этот урок я хочу, опять же, напомнив вам о 17 главе Евангелия Ту-1, 9 стих. Что Иисус молится за тех, кто его ест. Кто ест его тело и пьет его кровь. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот он молится Отцу о защите этих людей на ночь, на время ночи, на время великой скорби, на время той жести, которая начнется с 26-го года, что есть чаши Божьего гнева. Все люди, кто едят, изучают, читают каждый день. Это как раз таки вопрос, что вы соблюдаете, субботу или воскресенье. Да какая разница, что вы соблюдаете, субботу или воскресенье. Опять же, это мне Отец Небесный открыл недавно, да, потому что, когда я пришел сюда, я начал говорить, что здесь сказано суббота, все. Значит, только суббота. Но там также сказано, что и седьмой день недели, а у нас седьмой день недели, это воскресенье. Поэтому проблема православия, это не сколько день воскресный, а сколько все остальное. Иконы, магия, которые там происходят, вот эти вот ритуалы, прям магии в чистом виде, человеческие традиции, ритуалы, обряды, язычество. Вот проблема их в этом, да, и, ну, естественно, что они Бога не знают. Вот, да, почему я сказал, какая разница, если в одной из десяти заповедей соблюдаете день субботний, да? Ну, там же также сказано, что и день седьмой, я еще раз напоминаю, да? Какая разница в смысле в том, что я не тут незаконно сижу, отменяю, да? Какая разница в каком смысле? В том, что если в тебе Иисус Христос родился, да, вот, ты начинаешь соблюдать, ну, знающие, подтвердят, да, в ком Иисус Христос уже живет, да? Вы, каждый, эти люди, каждый день с Богом, они каждый день с Библией, они каждый день ее читают и соблюдают, и чтут, да? А те, в ком Иисус не родился, да, в ком Рождество Иисуса не произошло, ну, пошли они в субботу, там, в православную, в протестантскую общину. Или они пришли в воскресенье в православный храм. Ну, потому что только так надо, потому что так нужно. Прийти, поставить свечку, что-то там посидеть. Понимаете, суббота закончилась, проповедь прошла, слава тебе Господи, пошли по своим делам и тут же забыли вообще. То в таком случае вы считаете, что вы соблюдаете заповедь? Отдайте Господу один день в неделю? Вы об этом говорите мне? Нет. Это то же самое, что на всякий случай схожу, что в субботу, что в воскресенье. То есть в этом случае вообще не важно, пришли вы, не пришли. В духовном мире это вообще ничего не значит. Это называется, что не пришли. Да, если вы пришли только потому, что так надо. Суть всего это вера и добровольное, понимаете, пожертвование себя. А если вы это начинаете делать, если в вас Иисус входит, вы это делаете 24 на 7, что называется. И там уже тогда, неважно, это суббота, понедельник, среда, пятница вообще. Какой день? Потому что ты каждый день с Богом. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому все те, кто не знают, что это за книга, я искренне желаю вам в этом наступившем новом году, чтобы Иисус Христос родился в вас, вошел в вас, и вы наконец-то узнали, что это за книга. И начали ее есть и пить. И я молю об этом Отца Небесного во имя Иисуса Христа. Аминь.